Машина со стоянки у терминала будет выезжать на разворотную петлю и далее в сторону города с ветерком. Так сегодня рассказывают о будущей автодороге европейского уровня, которая уже через год свяжет аэропорт Курумыч и поселок Волжский. Визитная карточка будет достойно представлять Самарский регион для гостей со всего мира. 7-километровый участок строится по самым современным стандартам качества и прилегающую территорию планируют благоустроить. По две полосы движения в каждом направлении с разделительной полосой трасса до М5 будет полностью освещена. Плюс будет дополнительный съезд на М5 в направлении Тольятти. Ранее существовавшая развязка, но она была не совсем удобная. А в данном случае будет движение полностью канализировано, то есть направляющие барьерное ограждение держащие будут стоять. Дорога на аэропорт Курумыч на особом контроле у региональных и федеральных властей. 15 июля Самару с рабочим визитом посетил министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с губернатором они оценили ход работ на объекте. Министр поблагодарил главу региона за особое внимание к развитию транспортной инфраструктуры. Предполагается, что здесь будут обустроены пять съездов с главной дороги. Наиболее сложный участок – путепровод над железнодорожным полотном. Здесь уже устроена земляная насыпь, установлены бетонные опоры будущего моста, на которые планируется поставить металлические пролетные строения. Общая готовность дороги оценивается на 60%. Многие участки строители завершат уже до конца года. В этом году планируем съезд номер один, он один километр длиной, это примыкание к М5, это частичная реконструкция, развязки. Полностью 100% его хотим вместе с благоустройством сделать. Потом разворотную петлю, там где мы уже находились, тоже 100% вместе с благоустройством. И здесь подходы к мосту с каждой стороны по 400 метров мы оставляем на следующий год, для того, чтобы высокая насыпь могла отстояться. Эта дорога строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Уже этой осенью строители начнут установку пролетных сооружений путепровода, а через год здесь уже будет уложен асфальт. Плановый срок сдачи объекта декабрь 2017 года, но строители обещают завершить намного раньше. И возможно уже через год машины поедут в аэропорт по новой дороге. Всего же Дорожный фонд области с учетом всех поступлений из федерального бюджета составил небывалую сумму 23 миллиарда 250 миллионов рублей. Олег Зверев, Константин Головин, События.